Уэйн Ликерман. Путь бессилия. От Вайта и 12 шагов к исцелению. Посвящается членам группы Скотти Сплэш, научившим меня жить в покое, которое я все время искал, совершенно не в тех местах. Я просто еще одно чудо, типичное воскрешение, восставшее из царства мертвых к свету. Уэйн. Первая неделя трезвости. Июнь 1985 года. Дорогой читатель, я пытаюсь представить тебя, как ты открываешь эту книгу и читаешь эти слова. Я вижу тебя или как духовно ищущего, уже знакомого с базовой недвойственной позицией Адвайты, или как человека, следующего путем выздоровления по программе «12 шагов», Независимо от того, принадлежишь ли ты читателю к одной из этих групп, или к обеим, или не к одной из них, я приглашаю тебя в путешествие, которое, надеюсь, окажется приятным и поучительным. К тому же это необычное путешествие. Сколько бы оно ни длилось, и каким бы трудным ни казалось временами, конечная цель всегда там же, где ты. Сам факт того, что ты держишь в руках эту книгу, уже делает тебя не таким, как все. Интересно, что привело тебя к возможности допустить, что бессилие может оказаться благотворным? Бессилие. Поначалу оно кажется ужасным словом, описывающим еще более жалкое состояние. Это почти синоним смерти, крайнего состояния бессилия. Почти все общества относятся к бессилию как к болезни, к чему-то, что следует лечить и преодолевать. Если ты, читатель, хоть сколько-то похож на меня самого в те времена, когда я впервые столкнулся с идеей бессилия, значит, ты чувствуешь, что ответ на все жизненные проблемы лежит в обретении силы, а не в ее потере. Убеждение, что душевный покой приходит только через осознание полного личного бессилия, кажется на первый взгляд противоречащим интуиции и абсолютно нелепым. Однако эта книга именно о том, как обрести свободу через осознание собственного абсолютного личного бессилия. Я впервые познакомился с концепцией обретения душевного покоя через личное бессилие в программе «12 шагов для анонимных алкоголиков». Позднее я обнаружил тот же самый принцип в недвойственных духовных учениях даусизма, дзена, суфизма и адвайты, а также во множестве мистических текстов иудаизма и христианства. Другими словами, идея вовсе не нова, хотя, как показывает история, ее никогда не принимали с легкостью. В этой книге мы исследуем причины, по которым большинству людей так трудно принять личное бессилие. Если вы чувствуете в себе достаточно силы продолжать чтение этой книги, возможно, вы будете удивлены, обнаружив, что на самом деле всегда были бы сильны. Вы можете осознать, что все наши страдания – результат ложного чувства обладания некой силой, которую вы контролируете. Когда вы пробудитесь к осознанию истинного в себе и мире вокруг вас, вы начнете жить в гармонии с собой и другими. С высшей милостью вы пробудитесь к видению жизни, как она есть, и обретете душевный покой, неизбежно сопровождающий такое видение. Пусть он придет к вам сейчас. Уэйн Ликкермен, Ирмона Бич, Калифорния, июль 2012 года. Предисловие редактора. Если бы я обладала такой силой, я бы объявила путь бессилия обязательным чтением для любого взрослого человека, который когда-либо сталкивается с другими каким угодно образом, манерой или формой, особенно тем, кто сталкивается со мной. Но поскольку у меня нет такой силы и даже просто силы контролировать себя, я знаю, что вряд ли этот мир меня послушает. Однако я продолжаю надеяться, что есть что-то, что я могу сделать, чтобы возбудить немедленный и сильный интерес к этой книге. Это кажущиеся противоречия между знанием о присутствии великой силы и осознанием собственного бессилия блестяще разрешаются в пути бессилия. Я не предполагала, насколько полюблю эту книгу. Когда Уэйн впервые упомянул о ней, эти 12 шагов меня вообще не заинтересовали. Даже после того, как мы с ним начали над ней работать, я не осознавала, насколько глубоко и чудесно эта книга повлияет на мою жизнь. За это я бесконечно благодарна Уэйну и источнику. Я до сих пор поражена, что мне и в голову не приходило, что эти шаги могут мне понадобиться, хотя могу назвать несколько моих персональных пристрастий, прошлых и настоящих. Я также не осознавала, что мои собственные пристрастия и зависимости, как в действиях, так и в мыслях, могут стать путем для углубления духовного понимания. Зависимость – удивительно плодотворное место для духовного прозрения, особенно если человеку был дарован момент ясности или выздоровления. Нам повезло, что у нас есть такой любящий, наделенный чувством юмора и способностью захватывать внимание проводник, как Уэйн. Его чистое сострадание, его способность подрывать ложное восприятие и его абсолютное понимание пропитывает насквозь эту книгу, как будто он протягивает к тебе руку и говорит «Держись, я пойду с тобой» и идет через живое учение этой книги. Подогнать Адвайту под 12 шагов, или как раз наоборот, было совсем непросто. Облачить непостижимую силу бессилия в слова совершенно невозможно. Но слова в этой книге не просто концепции. Напротив, это могущественные указатели на то, где и как искать самую податливую дверь к духовному пониманию – себя. Кем бы вы ни были, просто любопытствующим или духовным ищущим, или эта книга оказалась у вас в руках благодаря взаимодействию с 12 шагами, в любом случае, вас привела сюда милость. Мудрость, содержащаяся на этих страницах, безгранична. Она будет одаривать, вести и любить вас еще долгое время после того, как вы поставите эту книгу обратно на полку. Доун Сальва, июль 2012 года. 12 шагов. Я люблю 12 шагов анонимных алкоголиков. Они для меня столь же прекрасны, как любое великое произведение искусства. Они показали мне способ жить комфортно, оставаясь при этом самим собой, таким, каков я сейчас, набором разных качеств, как превосходных, так и имеющих недостатки. В мире нет ничего подобного им. Эти 12 кажущихся простыми шагов содержат в себе план, позволяющий жить в том, что есть, день за днем. Под тем, что есть, я понимаю жизнь, как она происходит, а не наше представление о том, как она должна происходить. Эти шаги, в том числе, ведут к духовному пробуждению, приносящему покой, выходящий за рамки человеческого понимания. Как и приличествует к чему-то столь важному для такого множества людей, об этих 12 шагах писалось очень много. Хотя я отчаялся найти возможность добавить что-то новое и значимое к уже существующей дискуссии, я уже очень долго живу в тесном взаимодействии с этими шагами, и мне страшно захотелось написать о них с перспективы моей другой роли, учителя Адвайты, древнего направления индуизма, которая указывает на единство всех вещей и известна как недвойственность. Пусть не беспокоятся те из вас, кто понятия не имеет, что такое Адвайты или недвойственность. Это вовсе не так эзотерично и сложно, как может показаться. На самом деле вы можете обнаружить, что уже знаете, что означают эти термины. Вы просто не знали, как они называются. Читая эту книгу, вы также можете осознать, что Адвайты и 12 шагов указывает на единственную, очень простую базовую истину. Как индивидуумы, мы совершенно и абсолютно бессильны. Кстати, сейчас вы вольны не согласиться с этим утверждением. Я даже надеюсь, что вы будете перепроверять все, что я говорю. Определенно, на первый взгляд, кажется, что у нас есть сила. Но если вы посмотрите глубже, вы можете увидеть, что та сила, которую вы применяете, исходит из силы, много превышающей ваше личное эго. Другими словами, сила есть, но она не совсем ваша. Она дана вам в долг. Не так просто увидеть, кем или чем является эта сила, превосходящая ваше личное эго. 12 шагов и Адвайта это инструменты, помогающие обнаружить бесконечную глубину этой силы. Со времени появления книги анонимных алкоголиков с любовью, называемой «большой книгой» в 1939 году, содержащиеся в ней шаги применялись в том числе для помощи в избавлении от широкого круга других зависимостей. Один из ключевых компонентов этой программы, возможно, самый ключевой, это осознание личного бессилия сначала в отношении вещества или поведения, ставшего причиной наших проблем в жизни, а затем и всего остального. Сила, контроль и самодисциплина это святая троица человеческих желаний. Сбитые с толку фантазиями об их достижимости, мы верим, что когда достигнем их, сможем творить все, что захотим, и жизнь станет идеальной. Большая книга не поддерживает эту предпосылку. Она утверждает, что мы недисциплинированы, поэтому позволяем Богу дисциплинировать нас. Затем она предполагает, что мы бессильны и не можем контролировать свою жизнь, и что осознание этого ключ к истинной силе. Таким образом, она бросает вызов общепринятым человеческим представлениям. Я не устаю поражаться, что такое смелое выражение бессилия не только существует, но и довольно широко распространено в наше время в разных программах 12 шагов. Наркоманы, маньяки и духовные ищущие удивительно похожи в одном. У них есть потрясающий шанс заглянуть сквозь иллюзии их собственной персональной силы. Этот шанс исходит из их жизненного опыта, в котором они постоянно обнаруживают, что идут на поводу неодолимого желания сделать что-то, что, как они знают, принесет им в конечном счете одни неприятности. Анонимность Программа анонимных алкоголиков ААА и многие ее ответвления анонимны. Это означает, что членам этой программы настоятельно рекомендуется сохранять анонимность на публичном уровне. Это уважаемая традиция, несущая в себе много практических преимуществ. Следуя ей, я не могу утверждать, что состою в какой-то из программ 12 шагов, хотя, как вы вскоре сможете убедиться, определенно подхожу под некоторые из них. Позвольте представиться, я свинья. Возможно, в настоящее время не очень активная, но с 16 до 35 лет моей основной миссией в жизни было получить больше. Больше касалось всего, что я любил, а больше всего я любил наркотики и алкоголь. И употреблял помногу и того, и другого. Как будто внутри меня была огромная дыра, которую я отчаянно пытался заполнить. Иногда мне хватало, и дыра заполнялась до краев на блаженный миг удовлетворения и покоя. Но на дне дыры была течь. Что бы я в нее ни клал, быстро исчезала, и я всегда оставался с ощущением пустоты и жаждой большего. Сущим мучением моей жизни было то, что большее никогда не становилось достаточным. В конце активной фазы моего алкоголизма и наркомании мой некогда успешный бизнес стал разваливаться. Мой брак был мертв, хотя мы все еще вяло теребили труп в некоторой надежде. Я был не в состоянии проявить себя хоть как-то физически или эмоционально в отношении жены или двоих маленьких детей. Мое здоровье деградировало настолько, что мои лодыжки и запястья раздулись от алкогольной водянки. Я потерял контроль над мочевым пузырем, так что мне приходилось набивать в штаны пачки туалетной бумаги, чтобы перехватить слабое, но постоянное недержание мочи. Этот импровизированный подгузник требовал замены примерно каждые полчаса. Я ежедневно проводил максимально возможное количество часов в местном баре. Мой день начинался поздним утром с ромой и кофе, чтобы унять тряску и дорожки кокаина для подзарядки. Каждое утро, когда я пытался почистить зубы, мне приходилось бороться с рвотными позывами. Я рассказываю вам все это, только чтобы вы поняли, что тогдашнее мое отношение ко всему этому все в порядке, у меня никаких проблем. Да, я люблю пить и принимать наркотики, но у меня все под контролем. было полнейшим отрицанием. Я буквально крошился изнутри, но не видела этого. У меня не было ни малейшего желания протрезветь, к тому же это было не нужно. Со мной было все в порядке. Более того, я не выносил общество людей, которые не пили и не принимали наркотики. Они определенно понятия не имели, какая это была крутая жизнь по сравнению с их скучными, трезвыми, маленькими жизнями. Меньше всего на свете мне хотелось быть одним из них. Люди часто говорят, что единственная предпосылка трезвости это готовность. Возможно это так, но в моем случае я убежден, что это была не моя готовность. В действительности мои желания, мои намерения и моя готовность не имели никакого отношения к двум наиболее драматичным поворотным моментам моей жизни, которые я вскоре опишу. Согласно моему опыту, единственной предпосылкой выздоровления была милость, хотя я предпочитаю говорить, что выздоровление и есть милость. Это красивое слово «милость» определяется в словаре как незаслуженный Божий дар. Незаслуженный означает, что я не сделал ничего, чтобы заслужить или заработать его. Дар означает, что результат был чем-то очень позитивным. Божий означает, что некая сила во Вселенной, отличная от независимого и могущественного меня, была ответственна за этот дар. Первое пробуждение к возможности, что я не всем управляю. Это был конец долгого уикенда Дня Поминовения в 1985 году. Я был совершенно пьян и накачан кокаином, но это не было приятным кайфом, это было тошнотворным опьянением. Я не ложился несколько дней и хотел только одного – спать. Я пытался курить какую-то очень сильную траву и пить чистый ром в надежде отключиться, но это не сработало. Я лежал в постели, потея и ворочаясь. И вдруг, без всякого предупреждения, я стал абсолютно кристально трезв. У меня было странное ощущение, что нечто покинуло мое тело. Я почувствовала, как что-то ушло, но лишь позднее я осознал, что меня покинула одержимость, бывшая частью меня в течение 19 лет. В тот момент я знал только одно – что что-то во мне кардинально изменилось, и, должен признаться, был не в восторге от этого. глубоко внутри я осознавал, что все закончилось, что я не смогу продолжать жить, как раньше. Я был до смерти напуган. Хотя был уже час ночи, во мне не было ни капли сонливости, и я был мучительно трезв. Я ничего не знал о программе АА и никогда не был на их встречах, но мне вдруг пришло в голову, что я должен позвонить туда и отдать себя в их руки. Я позвонил, и, несмотря на поздний час, кто-то поднял трубку. Я спросил, когда у них следующая встреча, и мне дали адрес и сказали, что встреча в 7 утра. Следующие 5 часов я провел, устроив себе прощальную вечеринку. Я пытался затолкать в свое тело все оставшиеся у меня наркотики и алкоголь. Будучи верен сам себе, я решил, что уходить, так с музыкой. Я сидел за столом в гостиной, заливая внутрь чистый спирт и занюхивая его едва покрошенным кокаином, большие куски которого вываливались из моего носа и шлепались на пол. Я оставался раздражающе трезв. Хотя я не спал и не мылся несколько дней, я отправился на 7-часовую встречу. Я не стал представляться как новичок, однако казалось, что они сами это поняли. В целом, я вспоминаю это как ужасающий опыт. Тошнотворный утренний свет пробивался сквозь оконные жалюзи, освещая окружающуюся в воздухе пыль. Безупречно чистые люди сидели на складных металлических стульях, расставленных по кругу, и чересчур много говорили о Боге. Одна женщина даже говорила о том, что водит церковный школьный автобус. Я втайне надеялась, что моя жизнь в конце концов придет к этому. Как будто я уже израсходовал свою долю веселья, если писать в штаны это веселье, и теперь мне придется до конца моих дней терпеть эти чопорные безжизненные встречи. Если бы у меня были варианты получше, я бы выбрал их, не раздумывая. Я ушел с той встречи с двумя вещами, которые впоследствии оказались настоящим сокровищем. Одной был список всех подобных встреч в округе, некоторые из них оказались гораздо более живыми и пришлись мне по вкусу. Другой большая книга ААА, содержащая 12 шагов. В тот момент я даже вообразить не мог, насколько значительным окажутся эти шаги в следующие месяцы и годы, и как сильно изменится вся моя жизнь. На дальнейших страницах этой книги я попытаюсь поделиться с вами моими личными отношениями с этими 12 шагами. Однако я должен подчеркнуть, что я не лектор и не представитель сообщества ААА. Я не считаю, что есть только один путь взаимодействия с шагами, как и не существует единственно правильного способа молитвы или медитации. Часть великолепия шагов их простота и универсальность. Они могут помочь каждому, независимо от пола, религии, расы, культуры, национальностей или истории. Вы не обязаны вести образцово-показательную жизнь. Вы не обязаны верить в Бога или обладать каким-либо духовным пониманием. На самом деле, по моему мнению, с которым уверяю вас, множество людей не согласится, нет вообще никаких требований. Это значит, вы можете приступить к 12 шагам с любого места, в котором находитесь в данный момент. Вы грешник? Вы в хорошей компании. Лжец? Обманщик? Добро пожаловать! Эгоист? Самовлюбленный тип? Одержимый? Заходите! Вы почувствуете себя, как дома. Замечания. Хотя алкоголь и кокаин привели меня к шагам, шаги, технически определяемые в терминах алкоголизма, по применению им не ограничиваются. Без колебаний везде заменяйте слово алкоголь тем веществом или привычками, которые разрушили вашу жизнь настолько, чтобы вы читали эту книгу. Сейчас вероятно подходящий момент, чтобы упомянуть, что шаги были написаны христианами, вдохновленными четырьмя правилами Оксфордских групп, христианского религиозного движения начала XX века. Многие языковые обороты и фразы шагов отражают этот факт, но уникальность 12 шагов в их эластичности, разносторонности и отсутствии догм. В них есть некая природная привлекательная скромность их природа без сомнения духовна, но это свободная и открытая духовность. Они не связаны с какой-то конкретной религией, они не претендуют на божественное вдохновение и не отстаивают моральные идеалы. Такое отсутствие догмы и моральные добродетели обнадеживает людей, подобных мне, которые приходят к шагам с отсутствием веры и морали. В конце концов, трудно спорить с людьми, говорящими в своей книге, мы осознаем, что знаем очень мало. Тема личного бессилия также находится в центре духовного учения недвойственности под названием адвайта. Адвайта санскритское слово, означающее «не два», описывает древнее учение, указывающее на лежащее в основе всего единства всех вещей. Два сильных воздействия «12 шагов» и адвайта более 25 лет шли в моей жизни параллельно и в итоге возникло желание объединить их. Эта книга попытка сделать именно это. В идеале шаги это возможность внимательно взглянуть на то, что истинно. Если следовать им неукоснительно, такой взгляд станет некомфортным, поскольку шаги выталкивают вас из вашей зоны комфорта. Благодаря милости вас вытолкнет из вашего привычного гнезда в свободное падение мистического понимания, лишенного концепций открытого и свободного. Это пространство бесконечного потенциала, в котором вы познаете себя как ограниченного и безграничного одновременно. Пусть оно придет к вам сейчас. мистец мистер мистер б